Указ о частичной мобилизации подписан. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. На фоне новостей о мобилизации населения России на войну с Украиной, многие россияне, которые входят в группу риска, захотели срочно покинуть страну. Все ринулись покупать авиабилеты, на популярные безвизовые направления на момент публикации билетов практически не осталось на всю неделю вперед, за исключением редких экзотических вариантов. Куда и как, все еще можно уехать оперативно из страны россиянам. Когда вариантов улететь практически нет, остаются возможности выехать по суше. У России есть сухопутные границы с 14 государствами. Про Украину можно даже не говорить. В КНДР и Китай можно попасть только с визой, которую быстро не получить. Литва, Латвия, Эстония и Польша с 19 сентября не пускают россиян, даже если у них есть туристический шенген. Сухопутная граница с Азербайджаном все еще закрыта из-за пандемии ковида. В Норвегию и Финляндию пока еще можно попасть с шенгеном. Какие еще остаются варианты? Грузия. Самый очевидный и простой вариант попасть по суше в Грузию через КПП Верхний Ларс. Это можно сделать как на своем автомобиле, так и на многочисленных маршрутках, которые ходят из Владикавказа. В последние недели Грузия все чаще отказывает россиянам во въезде без объяснения причин. Но это все еще не носит массовый характер. Казахстан. Попасть в Казахстан из России можно через 8 сухопутных пограничных пунктов. На данный момент граница России с Казахстаном открыта и работает в обычном режиме. Однако интересующихся этим направлением становится все больше. Монголия. В Монголию из России можно попасть на автомобили через 8 пропускных пунктов. Также из России в Улан-Батор ходят два поезда. Информации об изменении или затруднении движения на границе пока не приходило. Беларусь. Для россиян, как всегда, открыта союзная Беларусь. Но мы советуем ехать в Минск только для того, чтобы вылететь из него в третью страну. Не прекращайте проверять агрегаторы. Иногда авиакомпании выкидывают билеты из резерва. Также можно пытаться смотреть билеты из других городов России. Бывает, что они еще остаются в наличии после солдаута в столицах. Еще одним лайфхаком может стать покупка пакетного тура в турагентствах. Чаще всего там летают чартеры, а на регулярные рейсы у агентств есть свои квоты. На момент выхода этого ролика еще оставались туры в Турцию с вылетом 23 сентября по цене дешевле, чем билеты в Стамбул на ту же дату. Что касается вопроса, могут ли возникнуть проблемы у выезжающих россиян, которые подпадают под мобилизационные требования, то пока что можно констатировать, что массово их отъезду власти еще не препятствуют. Согласно закону, резервистам действительно могут закрыть выезд из России, но только после получения повестки.